То есть он такой, наверное, более присоединитель тайского бокса. То есть много бьет ногами, коленями, но с руками работает не как боксер. Вот это Рико Верховен. Ноги клинч, ноги клинч. В атаке сейчас Рико Верховен мы видим. Попадает сейчас справа неплохо по Сергею Харитонову. Так достаточно странно наблюдать. Обычно, когда видишь Сергея Харитонова на каких-то мероприятиях, кажется, что крупнее Сергея Харитонова. Не может быть вообще, да, Николай. А Сергей Харитонов так смотрится вполне себе обычно на фоне других тяжеловесок. То есть ты говоришь о том, насколько крупнее там выступают ребят. Сейчас неплохо провел атаку Сергея Харитонов. Алистин, ты как представитель бокса, кикбоксинга, наверное, более такого классического кикбоксинга. Думаешь, вот как можно убиться с такими бойцами, как Верховен, с такими высокими, неудобными, постоянно клинчующими? Я считаю, что его нужно встречать на его удар ногой. Мне первое, что пришло, вот здесь нужно как-то подготовиться и встретиться. То есть на встречных, на контратажных? Либо принял. Вот Сергей Харитонов принимает уже который раз удар на себя, и нужно как-то контратаковать. А ты думаешь, Сергей не контратакует, потому что скорости не хватает? Чуть-чуть не успевает, либо ждет первый раунд. Ну, может, просто присматривается. Присматривается, да, вполне возможно. Вот я и говорю, что вот этот регламент по две минуты сейчас тяжело многим спортсменам перестроиться. Тем более, наверное, таким, как Сергей Харитонов, который все-таки большой скоростью не обладает. То есть Сергей, тем более он бился и по пять минут раунд был. Так. Да, но когда он бился по пять минут, мы же помним, что он не выходил на следующий поединок. Возможно, этот регламент был именно аргументирован тем, что бойцам еще выступать дальше. То есть победители дальше выступают, и, соответственно, поэтому надо поберечь силы. Хоть как-то. Ну, концовочку третьего раунда Сергей Харитонов забрал. Забрал. Первого раунда. Ну, да. Ну, да, концовку забрал Сергей Харитонов. Ну, я думаю, что именно по очкам уж много, да, слишком верховен поначалу набил. Да, да, да. Вполне возможно, что могут дать. Может быть, конечно, я через счет болею за Сергея. Ну, сейчас мы и посмотрим, потому что в организации Глории, в принципе, показывается сразу кому отдана победа в раунде. Вот сейчас лучший момент этого раунда. Ну, Рико Верховен победил с начатом 10-9 единогласным решением пока по первому раунду. Ну, конечно, не очень привычно двухминутные раунды наблюдать у профессионала. С Сергеем, конечно, мы еще оставим взвинчивать первым номером, работать. Ну, да, мы видим, что преимущество, на самом деле, в скорости у Верховена имеется. То есть, небольшое, но тем не менее, оно будет только увеличиваться по ходу боя, так как вес все-таки лишний у Сергея имеется. Мы видим. Ну, конечно, если говорить про Верховен, он уже больно, наверное, незрелищный, да, боец Рико? Да, и делает незрелищным сам поединок, то есть, вот, в своем выступлении. Ну, Рико всегда так дерется, то есть, сколько я поединков Верховен не наблюдал, подобное, в принципе, видим постоянно. Много клинчей, клинча, много остановок. Ну, да, и тем не менее, он 16-ти сильнейший, как мы видим. Ну, боец-то он уровня высокого, да, скажем. Ну, относительно, да, то есть, это боец однозначно класса, просто, говорит, сделало, наверное, больше... Хорошо. А зрелищность, вот сейчас Сергей Гаритонов, да, неплохо попадал. Ну, вернее, попал. Верховен, наверное, делает все грамотно, да, с точки зрения тактики. Вяжет, не дает работать Сергею. Да, сам попадает, между тем, больше, чем Сергей, по крайней мере, он пока... Ну, в этом раунде... Да, в этом раунде. В этом раунде не видно, чтобы он сильно где-то попадал, конечно, Сергей. Вот сейчас Сергей пропустил, да, не. Очень сильный удар пропустил. Переставить, переставить нельзя. Нельзя застаиваться определенно Сергею Харитонову. Сейчас мы видим, что он прям так встал и принял оборонительную позицию. В блоке принимается удар на себя. 20 секунд остается до конца второго раунда. И снова пропускает Сергей Харитонов. Пытается сейчас контратаковать. Еще один удар. На этот раз хай-кик от Рико Верховена мы видим. Ну, вот сейчас, по крайней мере, пока концовку забирает Верховен. Как считаете? Концовку забрал, наверное, Верховен. Да, да. К сожалению. И если судьи отдали предыдущий раунд Рико Верховену, то этот, соответственно, тоже будет за ним. Ну, так, мы видим, что, да, Сергей Харитонову, каком-то даже есть небольшое рассечение, ссадина какая-то. Да, под левым глазом. Ну, тут, я думаю, очевидно, что Рико Верховен выиграл раунд. Посмотрим. По идее, должны же уже бой остановить. Да, если два раунда, кстати, преимущество у бойца, то поединок остановил его. Ну, бой остановили, вот, Рико Верховен. Ну, что можно сказать? К сожалению, турнир для Сергея Харитонова завершен. Очень жалко, конечно. Жалко, да, что российская публика больше своих представителей не увидит. Сегодня, по крайней мере. На данном турнире. Ну, пожелаем Сергею удачи в новом году. Будем надеяться, что мы его все-таки еще увидим. Может быть, не в рамках этого турнира. Возможно, по ММА. Но, тем не менее, за него мы всегда переживаем и болеем. Значит, теперь Рико Верховен будет боксировать с Сэмми Шилтон. Сэмми Шилтон, да, Рико Верховен боксирует. Но, в принципе, с Сэмми Шилтон, потому что он точно так не повяжется. Потому что Сэмми Шилт... Не даст просто-напросто. Не даст, да. Да, я думаю, что Сэмми Шилт как раз-таки начнет бить Рико коленями. Вот он удар. Душу. И видно, что...